Всем привет! В эфире Дети Большого Толка. Программа с яркими сюжетами, интересными фактами и путешествиями. Весь мир от Барнаула Алтайского края до просторов космоса. Считаете, что знаете все или почти все о нашей планете? Наша программа – отличный способ проверить себя. Смотрите и не переключайте. Бывает такое, что вам трудно проснуться. Каждое утро такое. Чтобы быстро проснуться с утра, зажмурьте глаза со всей силы секунд на 20, а потом открывайте. После этого спать уже не захочется. Представляете, когда египтяне строили свои пирамиды, по земле еще бродили мамонты. Они вымерли около 4000 лет назад, а древнеегипетское царство возникло более 6000 лет назад. Фламинго способны пить почти кипяток, не обжигая горло. Дело в том, что в природе они пьют очень горячую воду. В местах их обитания зачастую единственный источник питьевой воды – это горячий гейзер, бьющий из-под земли. Пилот самолета – очень сложная и ответственная профессия. Мы представляем, что весь полет, они находятся в напряжении. На самом деле, большую часть времени пилоты сидят в телефонах или читают, а управляет автопилот. Юпитер настолько велик, что мог бы вместить в себя тысячу планет размером с нашу Землю. Это газовый гигант, самая большая планета Солнечной системы. Луч света добирается от Солнца до Земли всего за 8 минут, точнее за 8 минут и 20 секунд. Так далеко они находятся друг от друга – 150 миллионов километров. В промежутке между Марсом и Юпитером кружится целый рой мелких планет, получивших название планетоиды. Самым крупным среди небесных тел является планета Церера, но даже она значительно меньше Луны. Белки – лучшие садовники миллиона деревьев вырастают, потому что белки забывают, куда спрятались семечки. Представляете, целые леса появляются благодаря этим маленьким зверькам. Звезды умеют петь. Да, те самые, что в космосе. Некоторые звезды излучают звуковые волны на частотах, которые могут быть записаны и прослушаны на Земле. Это создает музыкальный звук, который называется звездное пение. В человеке есть орган, который не чувствует боль. Это наш мозг. Он может воспринимать и обрабатывать чувства боли, поступающие от других частей тела. Тем не менее, сам мозг не способен чувствовать боль. Ученые выяснили, что сладкие напитки обманывают тест на коронавирус. Если выпить такой, то тест покажет положительный результат. Поэтому за час до теста нельзя ничего пить и есть. Учеными было давно замечено, что коровы дают гораздо больше молока, когда буренка включает классическую музыку. А еще увеличить надое помогает массаж. Поэтому в коровниках устанавливают вращающиеся щетки. А вы знаете, в чем секрет энергии атлетов, футболистов и танцоров? Они следят за своим питанием, в котором обязательно содержится много углеводов. Именно. Углеводы делают нас бодрыми, заряжают организм энергией и защищают его от размножения вредных бактерий. Говорят, они даже повышают настроение. При расщеплении углеводов мы получаем больше всего энергии. В нашем организме они разлагаются на глюкозу, из которой клетки воспроизводят энергию для работы мозга и выполнения физических упражнений. А часть глюкозы образуется в сложный углевод, гликоген, и накапливается в печень и мышцах в виде запасной энергии. Во время физической активности, когда мы занимаемся спортом или играем, наши мышцы тратят свои запасы гликогена. Поэтому после нагрузки организму снова нужны углеводы. Тогда мышцы смогут заново образовать гликоген и восстановить запас энергии. Вот почему углеводы особенно важны для спортсменов. Знаете, что контролирует наш аппетит? Тоже углеводы. Когда они попадают в организм, в крови повышается уровень инсулина, а мозг получает сигнал о том, что мы получили достаточное количество еды. Это помогает не переедать и еще долго не чувствовать голода после приема пищи. Вы когда-нибудь слышали, что углеводы повышают настроение? Это действительно так. Они способствуют выработке серотонина, гормона хорошего настроения, снижают уровень стресса и даже помогают в борьбе с депрессией. Исследования ученых показывают, что отказ от углеводов изматывает организм и делает нас очень раздражительными. Отдавайте предпочтение продуктам, содержащим сложные углеводы. Они долго перерабатываются и дают много энергии, а еще не образуют жира и содержат пищевые волокна, полезные для пищеварения. Простые же углеводы, содержащиеся в шоколаде и фастфуде, не дают долговременного насыщения и способствуют ожирению. Так в чем же содержатся сложные углеводы? Они есть в овощах, картофеле, макаронах, в стельнозереном хлебе, крупах и бобовых. Углеводы должны составлять не менее половины калорийности суточного рациона. А еще их нужно правильно подбирать. Ну как это контролировать? Об этом позаботились ученые. Над составлением меню школьного питания трудились медики, ученые-физиологи и диетологи. Ведь здоровье детей – это важная задача для всей страны. Поэтому в школьной столовой специальное меню горячего питания. Первое, второе, салат, хлеб и напиток. В них рассчитаны все полезные элементы, витамины и, конечно, правильные сложные углеводы. Не забывайте о правильном питании. Оно нужно организму каждый день. Самое правильное – обедать в школьной столовой. Это верный путь к тому, чтобы быть сильным, ловким и хорошо расти. В этом виде спорта не существует весовых категорий. А еще обязательно носить белую одежду – это фехтование. Раньше на кончик шпаги наносились чернила. Так было удобно видеть, когда удар нанесен. Ангард. К бою. Так звучит призыв к поединку фехтований. Не волнуйтесь, я вас не вызываю на дуэль. Ведь фехтование давно стало спортивной дисциплиной. Прежде чем выйти на поединок, нужно надеть экипировку. К примеру, электрокуртка. Почему она электро? Потому что с помощью ее передается сигнал на аппарат, что противник нанес удар. Это сабля. Самое главное. Этим мы наносим удар. Есть еще перчатка. Мы ей защищаем руку от удара. Есть маска, чтобы нам не попали по голове. Сначала кажется, что работает у нас только правая рука. Но это не так. Ведь напрягаются ноги, когда мы стоим в стойке. И даже левая рука, ведь мы ее тоже тренируем. Взрослые спортсмены каждый день тренируются по три часа. В этом виде спорта развивается меткость, четкость, смелость, а еще моральное состояние. Ведь нужно уметь проигрывать и быть смелым в бою. За моей спиной начинаются поединки. Все ребята подключены к катушкам. Катушка – это такой аппарат с проводом, который подключается к специальному шнуру. Через него мы понимаем то, что фехтовальщик нанес удар. И понятно, кто раньше нанес удар. Этот вид спорта очень популярен. Про него даже снимали мультик «Леди Баг». И вышел даже фильм. Называется «Насте». В нем снималась знаменитая фехтовальщица. Может, в бою мы противники друг другу. Но вне дорожки мы одна большая семья. Если вы мечтаете стать моделью, выиграть в конкурсе красоты или просто хотите узнать об этом побольше, это интервью для вас. У нас в гостях победительница конкурса красоты и таланта «Маленькая красавица Алтая-2023», который традиционно проводит модельное агентство «Стиль». Дарья Шаталова, Полина Кислинская и Анна Верткова. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Конкурс красоты и таланта среди детей «Маленькая красавица Алтая» прошел в Барнауле уже в 19 раз. Возраст участниц от 5 до 12 лет. Каждая из них подготовила визитную карточку, дефиле и творческий номер. В конкурсе традиционно стараются принять участие талантливые девочки из разных городов края – Новоалтайска, Рубцовска, Бийска, Олейска, Барнаула. «Маленькая красавица Алтая» – конкурс, который дает большие возможности. Так, за время его существования победительниц приглашали на известные конкурсы красоты. Девочкам из Алтайского края удалось получить гран-при на конкурсе «Маленькая мисс Россия» и вторая вице-мисс на конкурсе «Маленькая мисс мира». Расскажите, вы вообще уже участвовали в таких конкурсах? Я участвую в таком конкурсе первый раз. Я тоже. Я уже участвовала, когда мне было 4 года. Очень понравилось. Ну а вообще это помогает, такой опыт участия в конкурсе? Да, мне это помогло. А вам? Ну а в конкурсе есть такой маленький опыт, как-то провести опыты, можно сказать, над собой, проэкспериментировать. А вообще, вот вы как, не боитесь участвовать в первый раз все-таки? Я нет. Я тоже нет. Вообще нет. Но это уже не в первый. Все-таки, наверное, немножко это помогает. Мне не страшно. Мне тоже не было страшно. А как вообще вы, как вообще узнали вы об этом конкурсе? Почему решили участвовать? Ну, у меня мама просто записала, сказала. Я очень давно хотела в таких конкурсах еще поучаствовать. Мне мама сказала, что еще есть такой конкурс. Я с удовольствием пошла на него. Ну то есть вы сами хотели, правильно? Да. А вас все-таки родители, да, немножко? Да. Ну а вы сами хотели? Я сама хотела. Я тоже. Да. Как вообще проходит подготовка к конкурсу? То есть вы... Вам нужно было что-то делать заранее, чтобы пройти на него? Ну, сначала вот у нас проходили... Проходило даже много репетиций, танцев. Мы учили позировки также. А потом у нас, когда проходил Galaxy показ, мы также там все повторяли, как все выходить. Смотрите, я знаю, что вам нужно было показать визитную карточку, дефиле и творческий номер. А какие у вас были творческие номера? Да. Вот у вас, например, был. У меня был кукла, балетный танец на пуантах. Ну то есть вы занимаетесь балетом? Из балета капелли. Да, балетом занимаюсь. Ага. А у вас, Полин? У меня был творческий танец, назывался «Игрушка». Я занимаюсь гимнастикой, и я выступала свой танец в БП. Это круто. А у вас? Я выступала «Ангел», мне называлось так. Я выступала БПшку, которая на гимнастике. И мне это нравится. А не было какого-то волнения? Ну вот все-таки несколько девочек, и нужно выбрать одну. У меня не было никакого волнения. Иногда бывало, вот когда мы начинаем танцевать, вот было маленькое волнение. Ну вот вы все прошли, все испытания выиграли, и на вас надевают корону. Какие у вас в этот момент эмоции? Я ни о чем не думала. Я просто смотрела на гостей, как они хлопают, кричат. У меня не было в то время мысль, я просто радовалась. Ну то есть вы уже были готовы к этому? Да. Вы с такой целью решили? У меня тоже самое, честно. А вот в школе и в садике ребята знают вообще о том, что вы участвовали в конкурсе? Некоторые мои одноклассники, да, знают, что я участвовала. А мои одноклассники, ну... Ну ребята. Да. Они знали. Ну а как они вас поддерживали? Меня некоторые, да, поддержали. Меня тоже поддержали очень сильно. Вы вас тоже знают, да? Да. Ну теперь ведь вы поедете на всероссийские конкурсы красоты. А как вы вообще готовитесь к этому уже? Я, например, уже готовлюсь. Меня тренер тоже все делает, чтобы я была подготовлена к этому конкурсу. Чтобы у меня не было никаких страхов, что вот я вышла и что-то там забыла. Чтобы у меня все получалось очень отлично. Я смотрела видео, когда спрашивали у некоторых интервью. Я поняла то, что еще будет маленькая красавица России. Ну я такая сразу... Я тоже должна в этом конкурсе победить. И я сразу как-то... Ну волнения не было и страха тоже. Я тоже рассчитываю на победу. Большое спасибо, что пришли к нам в студию, поделились эмоциями, рассказали столько интересного. Я поздравляю вас с победой и желаю успехов в следующих этапах. Я напоминаю, у нас в студии были победительницы конкурса красоты и таланта «Маленькая красавица Алтай-2023» Дарья Шаталова, Полина Кислинская и Анна Верткова. Мы говорили о том, что меняется после победы в конкурсе красоты и каково это – чувствовать себя лучше. Мы желаем вам отличного настроения и такой же учебы, успехов и рецептов к ним. Занимайтесь спортом, учитесь рисовать и готовить вкусняшки. Угощайте близким, дарите им радость. А еще мы желаем всем хорошей погоды и только хороших новостей. Пока-пока, увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok